Вера вечна, Вера славна, Наша вера, право славна. Пророчество старца Антония согласуется с предсказаниями святых отцов. Преподобный Анатолий Оптинский Чадо мое, знай, что в последние дни, как говорит апостол, наступят времена тяжкие, и вот вследствие оскудения благочестия пойдут в церкви ереси и расколы, и не будет тогда, как предсказывали святые отцы, на престолах святительских и в монастырях людей опытных и искусных в духовной брани. От этого ереси будут распространяться всюду и прельщать многих. Враг рода человеческого действовать будет с хитростью, чтобы склонить к ереси и избранных. Он не станет грубо отвергать догматы о Святой Троице, о Божестве Иисуса Христа, о Богородице, а незаметно станет искажать, переданные святыми отцами и от святаго духа учения церкви, сами его дух и уставы. И эти ухищрения врага заметят только немногие, наиболее искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над церковью, всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в пренебрежении. Но Господь не оставит своих рабов без защиты и в неведении. Он сказал, по плодам их узнаете их. Вот и ты, по действиям еретиков, старайся отличить их от истинных пастырей. Это духовные тати, расхищающие духовные стадо, и войдут они во двор овчий, церковь, прилазя инуде, как сказал Господь. То есть войдут путем незаконным, употребляя насилие и попирая Божьи уставы. Господь именует их разбойниками. Действительно, первым шагом их будет гонение на истинных пастырей, заточение их ссылка, ибо без этого нельзя им расхитить овец. Посему, сын мой, когда увидишь разрушение божественного чина церкви, отеческого предания и установленного Богом порядка, знай, что еретики уже появились, хотя, может быть, и будут по временам скрывать свое нечестие и будут искажать веру незаметно, чтобы еще более успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети. Гонение будет не только на пастырей, но и на всех рабов Божиих, ибо бес, руководящий ересью, не терпит благочестия. Узнавайся их волков в овечьей шкуре по их горделивому нраву, сластолюбию и властолюбию. Это будут и клеветники, и предатели, сеющие вражду и злобу. Истинные рабы Божии смиренны, братолюбивы и церкви послушны. Большое притеснение будет от еретиков и монахам. И монашеская жизнь будет тогда в поношении, а скудеют обители, сократятся иноки, а те, которые останутся, будут терпеть насилие. Однако ненавистники монашеской жизни, имеющие только вид благочестия, будут стараться склонить иноков на свою сторону, обещая им покровительство и житейские блага, непокорным угрожая изгнанием. От всех угроз будет у малодушных тогда большое уныние. Но ты, сын мой, если доживешь до этого времени, радуйся, ибо тогда правоверующие, но не показавшие других добродетелей, будут получать венцы за одно стояние в вере. По слову Господа, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцем моим небесным. Бойся, Господа Бога, сын мой. Бойся потерять уготованный венец. Бойся быть отторгнутым от Христа во тьму кромешную и муку вечную. Мужественно стой в вере православия. И если нужно, с радостью терпи изгнание и другие скорби, ибо с тобою будет Господь и святые мученики и исповедники. Они с радостью будут взирать на твой подвиг. Но горе будет в те дни монахам, кои обзавелись имуществом и богатством, и ради любви к покою готовы будут подчиниться еретикам. Они будут усыплять свою совесть, говоря, если мы охраним и спасем обитель, Господь нас простит. Несчастные и ослепленные не помышляют о том, что с ересью войдет в обитель бес, и будет она тогда уже не святой обителью, а простыми стенами, откуда отступит благодать. Но Бог сильнее врага и никогда не покинет своих рабов, и истинные монастыри будут пребывать до скончания века, только избирать будут для этого пустынные и уединенные места. Не бойся же скорбей, а бойся пагубной ереси, ибо она обнажит человека от благодати и разлучится Христом, потому повелел Господь считать еретика за язычника и моторя. Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Иисусом Христом, с радостью спеши к подвигам исповедничества и переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа, рекшего. Будь верен до смерти и дам тебе венец жизни. Ему же со Отцем и Святым Духом честь, слава и держава во веки веков. Преподобный иеросхемонах Серафим Вырицкий Придет такое время, когда будет в России духовный рассвет. Откроются многие храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам приезжать, креститься. Но это ненадолго, лет на пятнадцать. Потом придет Антихрист. Когда Восток наберет силу, все станет неустойчивым. Наступит время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала ее поделят, а потом начнут грабить богатства. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени восточную ее часть Китаю. Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь – китайцы, которые станут переселяться в Россию, жениться на русских и в конце концов хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала. Когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит. Многие страны ополчатся на Россию, но она выстоит, утратив большую часть своих земель. Эта война, о которой повествуют священные писания и говорят пророки, станет причиной объединения человечества. Иерусалим станет столицей Израиля, а со временем он должен стать и столицей мира. Люди поймут, что невозможно так жить дальше, иначе все живое погибнет и выберут единое правительство. Это будет преддверие воцарения Антихриста. Потом начнутся гонения на христиан. Когда будут вглубь России уходить эшелоны из городов, надо спешить попасть в число первых, так как многие из тех, кто останутся, погибнут. Наступает царство лжи и зла. Будет так тяжело, так плохо, так страшно, что не дай Бог дожить до этого времени. Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего отвратят людей от Бога, и погибнет куда больше душ, чем во время открытого богоборчества. С одной стороны будут воздвигать кресты и золотить купола, а с другой настанет царство лжи и зла. Истинная церковь всегда будет гонима, а спастись можно будет только скорбями и болезнями. Гонения же будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер. Страшно будет дожить до этих времен. Очень любил старец молодежь. В то время молодые люди почти не ходили в церковь, и он так радовался, когда они приходили к нему. Старец говорил об огромной роли молодых в будущем возрождении церкви. Он говорил, что наступят времена, и уже наступают, когда развращение и упадок нравов молодых достигнет последних пределов, почти не останется нерастленных. Они будут считать, что все им дозволено для удовлетворения прихотей и похотей, ибо будут видеть свою безнаказанность. Станут собираться в компании, банды, будут воровать, развратничать. Но наступит время, когда будет глаз Божий, когда поймет молодежь, что так жить дальше невозможно, и пойдут к вере разными путями. Усилится тяга к подвижничеству. Те, кто были до того грешниками, пьяницами, наполнят храмы, почувствуют великую тягу к духовной жизни, многие из них станут монахами, откроются монастыри, церкви будут полны верующих. И большинство будет молодежь. И тогда пойдут молодые в паломничество по святым местам. Славное будет время. То, что сейчас грешат, так горячее каяться будут. Как свеча перед тем, как погаснуть, ярко вспыхивает, озаряя все последним светом, так и жизнь церкви. И это время близко. Преподобный Лаврентий Черниговский «Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили иудейскому нечестию в России, не защитили помазанника Божия царя, церкви православные и монастыри, сон мучеников и исповедников святых, и все русское святое презрели благочестие и возлюбили бесовское нечестие». Стижавший обильно Всесвятаго Духа Божия, старец Лаврентий часто беседовал со своими чадами о последних временах, предупреждал, что нужно быть бдительными и осторожными, так как Антихрист близко. Батюшка говорил, «Вот сейчас голосуем, то левой рукой брось, это ничего, да еще не за одного во всем мире. А если будут голосовать за одного, это уже он самый, и голосовать нельзя». Говорил преподобный, что такая будет война всемирная, что никто нигде не останется, разве только в ущелье. И будут драться, и останутся два или три государства и решат, давайте изберем одного царя на всю вселенную. И изберут. И в последние времена истинные христиане будут ссылаться, а старые и немощные пусть хоть за колеса хватаются, а бегут вслед за ними. О грядущем Антихристе, просвещенный Святым Духом, старец Лаврентий, говорил такие слова. «Будет время, когда будут ходить подписывать за одного царя на земле, и будут строго переписывать людей. Зайдут в дом, а там муж, жена, дети. И вот жена станет уговаривать супруга, давай подпишемся, у нас дети, ведь ничего же не купишь для них. А муж скажет, ты как хочешь, а я готов умереть, но за Антихриста подписывать не буду. Такая трогательная картина будущего». «Придет время, говорил преподобный Лаврентий, когда и недействующие, закрытые храмы, будут восстанавливать, оборудовать не только снаружи, но и внутри. Купола будут золотить как храмов, так и колоколин. А когда закончат все, наступит то время, когда воцарится Антихрист». «Молитесь, чтобы Господь продолжил нам еще это время для укрепления, потому что страшное ожидает нас время. И видите, как все коварно готовится. Все храмы будут в величайшем благолепии, как никогда, а ходить в те храмы нельзя будет. Антихрист будет короноваться, как царь в Иерусалимском великолепном храме. Будет свободный въезд и выезд из Иерусалима для всякого человека. Но тогда старайтесь не ездить, потому что все будет сделано, чтобы прельстить». Антихрист будет происходить от блудной девы-еврейки двенадцатого колена блудодеяния. Уже отроком он будет очень способным и умным, а особенно с тех пор, когда он, будучи мальчиком лет двенадцати, гуляя с матерью по саду, встретится с сатаной, который, выйдя из самой бездны, войдет в него. Мальчик вздрогнет от испуга, а сатана скажет, «Не бойся, я буду помогать тебе». И из этого отрока созреет в образе человеческом Антихрист. Сойдут с неба пророки Енох и Илья, которые также будут всем говорить, что пришел Антихрист. Это Антихрист, не верьте ему. И он умертвит пророков, но они воскреснут и вознесутся на небо. Антихрист будет обучен всем сатанинским хитростям и будет давать знамения ложные. Его будет слышать и видеть весь мир одновременно. Святой угодник Божий говорил, «Блажен и треблажен тот человек, который не пожелает и не будет видеть богомерзкого лица Антихриста. Кто будет видеть и слышать его богохульную речь, его обещание всех земных благ, тот прельстится и пойдет ему навстречу с поклонением. И вместе с ним погибнет и будет гореть в вечном огне». Спросили старца, «Как все сие будет?» Святой старец ответил со слезами, «На святом месте будет стоять мерзость запустения и показывать скверных обольстителей мира, и они будут обманывать людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса. И после них явится Антихрист, и весь мир увидит его одноразово». Отцы вопросили святого, «Где на святом месте?» «В церкви?» Преподобный ответил, «Не в церкви, а в каждом доме». В углу, где стоят и висят сейчас святые иконы, будут стоять обольстительные прилады для прельщения людей. Многие скажут, «Нам нужно смотреть и слушать новости. Вот в новостях-то и явится Антихрист». Он своих людей будет штамповать печатями, будет ненавидеть христиан. Начнутся последние гонения на душу христианскую, которые откажутся от печати сатаны. Ничего нельзя будет ни купить, ни продать христианину. Но не унывайте, Господь своих чад не оставит. Бояться не нужно. Церкви будут, но христианину православному в них нельзя будет ходить, так как там не будет приноситься бескровная жертва Иисуса Христа, а будет там все сатанинское сборище. Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет, благодати в них не будет. Христиан будут умерщвлять или ссылать в пустынные места, но Господь будет помогать и питать своих последователей. Евреев также будут сгонять в одно место. Некоторые евреи, которые истинно жили по закону Моисея, не примут печати Антихриста. Они будут выжидать, присматриваться к его делам. Они знают, что их предки не признали Христа за Мессию. И здесь так Бог даст, что глаза их откроются, и они не примут печати сатаны, а признают Христа и будут царствовать со Христом. А весь слабый народ пойдет за сатаной. И когда земля не даст урожаю, люди придут к нему с просьбой дать хлеба, а он ответит, «Земля не родит хлеба, я ничего не могу сделать». Воды также не будет, все реки и озера высохнут. Это бедствие будет длиться три с половиной года, но ради избранных своих Господь сократит те дни. В те дни еще будут сильные борцы, столпы православия, которые будут под сильным воздействием сердечной Иисусовой молитвы. И Господь будет покрывать своей всемогущей благодатью. И они не будут видеть тех ложных знамений, которые будут приготовлены для всех людей. Из вас, чадо мои, многие доживут до этого страшного времени. Одна сестра, слушая эту беседу, спросила, «Как быть? Не хотелось бы дожить до этого времени. А ты, молодая, можешь дождаться», сказал старец. «Как страшно! А ты выбирай одно из двух, или земное, или небесное». «Будет война», продолжал батюшка. «И где она пройдет, там людей не будет. А перед этим Господь слабым людям пошлет небольшие болезни, и они умрут. А при Антихристе смерти не будет. И война, третья всемирная, уже будет не для покаяния, а для истребления. Ремонты храмов будут продолжаться до самого пришествия Антихриста, и везде будет благолепие небывалое», говорил старец. «А вы для нашей церкви в ремонте будьте умерены, в ее наружном виде. Больше молитесь, ходите в церковь, пока есть возможность, особенно на литургию, на которой приносится бескровная жертва за грехи всего мира. Почаще исповедуйтесь и причащайтесь телу и крови Христовой, и вас Господь укрепит». Одному диакону, который еще жив, но уже стар, батюшка прямо сказал, «Ты доживешь до времени, когда будет Антихрист. Не бойся, а говори всем, что это Он, и не нужно бояться». Игумение Домницкое с двумя келейницами «Зашли к батюшке на чай, а он за обедом сказал, мы с тобой, матушка, не доживем до Антихриста, а эти, указал на племянниц, доживут. Наветы лукавого и лжеучения на Руси исчезнут, а будет единая церковь православная». Преподобный Лаврентий говорил настойчиво и строго, с предупреждением, что наше родное слово «Русь» и «Русский», и обязательно нужно знать, помнить и не забывать, что было крещение Руси, а не крещение Украины. Киев – это второй Иерусалим и мать русских городов. В Польше была тайная иудейская столица. Иудеи понуждали поляков завоевывать Русь. Когда поляки завоевали часть Руси, то отдали иудеям в аренду православные монастыри и церкви. Священники и православные люди не могли без их разрешения совершать никаких треп. Теснили и притесняли православных со всех сторон, покровительствуя Польшу, католичеству и унии. Иудеям очень не нравились слова «Русь» и «Русский», поэтому назвали сначала завоеванные поляками и отданные им в аренду русские земли «Малороссия». Потом опомнились, что здесь есть слово «Рос» и назвали «окраиной». Слово «окраина» это позорное и унизительное слово. Какая окраина? Чего? Почему окраина? Ведь за этой мнимой иудопольской окраиной находятся другие страны и государства. И позже, по их же указке, поляки узаконили нам понятие «Украина» и «Украинцы», чтобы мы охотно забыли свое название «русский», навсегда оторвались от святой и православной Руси. Преподобный Феодосий Игумен Киева-Печерский писал, чтобы мы не хвалили чужую веру и ни в коем случае не соединялись с католиками и не оставляли православную веру. Близкие по духу великие архиепископы Лазарь Баранович, святитель Феодосий Черниговский и святитель Иоанн митрополит Тобольский всеми силами старались по слову Господа Иисуса Христа «Да все будут едино» быть с православной Россией, чтобы вместе составить Святую Русь и чтобы навсегда освободиться от польского владычества и от гнета иудеев и их аренды и избавиться от чуждого нам католичества и унии душепагубной, введенной и насажденной угрозами, пытками, насилием и смертью. И еще батюшка сказал «Как нельзя разделить Пресвятую Троицу Отца и Сына и Святаго Духа это един Бог, так нельзя разделять Россию, Украину и Белоруссию, это вместе Святая Русь. Знайте, помните и не забывайте». Россия вместе со всеми славянскими народами и землями составит могучее царство, а кормлять его будет царь православный, Божий помазанник, царь будет от Бога. Нужно твердо знать, что Россия жребий царицы небесной, и она о ней заботится, и ходатайствует о ней сугубо. И надо помнить, что един Бог, едина вера, и едино крещение. Господь Иисус Христос создал одну церковь, а не церкви, которую не одолеют и врата адовы. Одна только церковь православная, святая, соборная и апостольская. Другие, называющие себя церквами, не церкви, а плевелы дьявола среди пшеницы и скопища дьявола. Нам, православным, ничего не надо, а только православной веры, спасение души и получение Царствия Небесного. А у нашей Матери Святой Православной Церкви все это есть благодарение Господу. И откалываться, и отходить от нее, величайший и непростительный грех и всей жизни, и в будущей. Это хула на Духа Святаго. И батюшка озарился светом неземным, окончив свою беседу словами «Слыши и виждь», так Святой Евангелие гласит, и добавил «Будут глухи и слепы». Преподобный Нил Мироточивый «Итак, когда Антихрист будет налагать печать свою на людей, сердца их будут делаться как бы мертвыми. И тогда, то есть во время того предреченного бедствия, Антихрист начнет запечатлевать людей своей печатью, якобы для того, чтобы знаменем сим, спасать их от бедствия, ибо имеющим печать, согласно апокалипсису, будет продаваться хлеб. Многие будут умирать на дорогах, люди сделаются как хищные птицы, набрасывающиеся на падаль, будут пожирать тела мертвых. Но какие люди будут пожирать тела мертвых? Те, которые запечатлены печатью Антихриста. Христиане, хотя им не будет ни выдаваться, ни продаваться хлеб, за неимением ими на себе печати, не станут есть трупы. Запечатленные же, несмотря на доступность им хлеба, станут пожирать мертвецов. Когда же проклятая слава увидит Еноха и Илью, проповедующих и говорящих людям, чтобы не принимали печати Антихриста, то повелит схватить их. Они же будут убеждать людей не принимать печати, будут говорить, что кто явит терпением и не запечатлеется ею, тот спасется, и Бог непременно примет его в рай, ради одного того, что он не принял печати. И дознаменуется каждый честным крестом, творя знамение креста на всякий час, ибо печать крестная освобождает человека от муки адской. Печать же Антихриста приводит человека в муку адскую. Если алчите и требуете еды, малое время потерпите, и Бог, увидав терпение ваше, пошлет вам помощь свыше. Вы оживотворитесь помощью Бога Вышнего. Если же вы не окажете терпения, будете печататься печатью всего нечистого царя, то потом раскаетесь в этом. Тот, кто запечатлевается печатью Антихриста, становится демоном, хотя утверждает, что якобы не чувствует ни алчбы, ни жажды, однако алчит и жаждет еще больше, и не только больше, но в семь раз больше вас. Потерпите только малое время. Не видите разве, что тот, кто принимает печать Антихриста, не будет жить, то есть духом мертв, и ожидает его вечная мука. Уже ли вы также желаете погибнуть с печатью в муке вечной, чтобы там быть с теми, которые запечатлелись ею, и дежа плач и скрежет зубов, и иными многими увещаниями будут проповедовать людям Енох и Илья. Услышит Антихрист, что проповедует два человека, называющие его льстецом, чародеем, обманщиком и коварным дьяволом. Услыхав это, разгневается, повелит их схватить, привести к себе и обратиться к ним с льстивыми словами. И ответит Илья, «Царство Твое презираем, а славу Твою проклинаем вместе с печатью Твоей». Услыхав такой презрительный ответ, Антихрист сделается, как бешеный пес и собственными руками убьет их. Преподобный Амвросий Оптинский Наступит время, когда верные чадо церкви будут скрываться в пещерах, и только молитвы Божией Матери возымеют власть спасать людей от преследований и смут. Особенно важно будет читать Архангельское приветствие Богородице Девы Радуйся. Это та духовная канавка, которой Антихрист не перепрыгнет, то есть не обольстит душу, покрываемую молитвами Божией Матери. Богородице Дева Радуйся, Благодатная Мария Господь Тобою, благословен на Тим Женах и благословен Бочева Твоего, яко Спаса родила Иси душ наши. Преподобный Варсонофий Оптинский Многие из святых отцов толкуют, что мерзость запустения, реченная пророком Даниилом, стоящая на месте святи, будет храм еврейский, построенный на месте древнего Иерусалимского храма, в котором проповедовал Спаситель. В этом храме, который будет построен при пришествии Антихриста, сядет на престоле сам Антихрист. Тогда исполнится пророчество пророка Даниила. Затем преподобный говорил про евреев, про Китай и про то, что все идут против России, вернее сказать против Церкви Христовой, ибо русский народ богоносец. В нем хранится истинная вера Христова. Правда, в Церкви у нас теперь нет живых источников пророчеств, но знамения времени есть, которые и даны нам для познания времени, и которые ясно видны имеющим духовный разум. Смотрите, например, на евреев, какое к ним отношение. 50 лет тому назад евреи молчали, их не было слышно. В Пруссии, не то в Австрии, евреев всякий мог без всякого наказания обидеть, даже убить. я не говорю, что это законно или хорошо, я хочу только сказать, насколько бессильны и ничтожны были они. И вдруг они приобрели славу и силу. Не знамение ли это времени? Ведь они существовать начали не вчера, не 50 лет тому назад, а несколько тысячелетий. Они были отвержены со времени распятого Христа и его воскресения. И почему они не могли приобрести такой силы в десятки столетий, какую приобрели в столь короткое время? Не знамение ли это времени? Всюду упадок, разложение. Антихрист явно идет в мир. Тот, кто будет читать апокалипсис перед концом мира, будет поистине блажен, ибо будет понимать то, что совершается, а понимая, будет готовить себя. Читая, он будет видеть в событиях, описанных в апокалипсисе, те или другие современные ему события. Преподобный Нектарий Оптинский Иеромонах Нектарий Оптинский на вопрос, будет ли соединение церквей, ответил, нет, это мог бы сделать только Вселенский собор, но собора больше не будет. Было семь соборов, как семь таинств, семь даров святаго Духа. Для нашего века полнота числа семь, число будущего века восемь. К нашей церкви будут присоединяться только отдельные личности. Наступает время молитв. Во время работы говори Иисусова молитву. Сначала губами, потом умом, потом она сама перейдет в сердце. Молитва, составленная старцем Нектарием. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, гряды судите живых и мертвых, помилуй нас грешных, прости грехопадение всей нашей жизни, и ими же веси судьбами, сокры нас от лица Антихриста в сокровенной пустыне спасения Твоего. Над человечеством нависло предчувствие социальных катастроф. Все это чувствуют инстинктом, как муравьи, но верные могут не бояться, их оградит благодать. В последнее время будет с верными то же, что было с апостолами перед успением Богоматери. Каждый верный, где бы он ни служил, на облаке будет перенесен в одно место. Ковчег, церковь, только те, кто будут в ней, спасутся. Те, кто останутся верными православной церкви, где бы они ни были разбросаны, Господь всех соберет вместе, как апостолов при успении Богоматери. Святитель Игнатий Брянчанинов Лицемерие Антихриста в этот период дойдет до того, что он даже в отношении к христианам не только не покажет себя противником их, но выступит даже с готовностью своего покровительства им. Своей внешней показной стороной жизни он будет стараться подражать Христу. Большинство христиан, руководствующиеся не духовным разумом Церкви, а плотской мудростью, не увидят этого обмана и признают Антихриста Христом, вторично пришедшим на землю. Испытание для святых Божиих настанет страшное. Лукавство, лицемерство, чудеса гонителя будут усиливаться обмануть и обольстить их. Утонченные, продуманные и прикрытые коварную изобретательностью преследования и стеснения неограниченная власть мучителя, поставит их в самое затруднительное положение. Малое число их будет казаться ничтожным пред всем человечеством. Общее презрение, ненависть, клевета, притеснение, насильственная смерть сделается их жребием. Противники Антихриста сочтутся возмутителями, врагами общественного блага и порядка, подвергнутся прикрытому и открытому преследованию, подвергнутся пыткам и казням. Нужно крайнее внимание к Слову Божию, которое оправдывается самими событиями враждебного ему времени и настроениями, да никогда отпадем. Только для тех, кто будет руководствоваться Святым Писанием, оно ему скажет, что не большинство, а только немногие шествуют по узкому пути, в последние же дни мира путь этот до крайности оскудеет. Во времена скорбей и опасностей видимых и невидимых особенно нужна молитва. Она, будучи выражением отвержения самонадеянности, выражением надежды на Бога, привлекает нам помощь Божию. При наступлении великих скорбей во времена Антихриста возопьют усиленную молитву к Богу все истинно верующие в Бога. Они возопьют о помощи, о заступлении, о неспослании Божественной благодати в подкрепление им и руководство. Собственные силы человеков, хотя и верных Богу недостаточны, чтобы противостать соединенным силам отверженных ангелов и человеков, которые будут действовать с истервенением и отчаянием, предчувствуя скорую свою погибель. Божественная благодать, осенив избранников Божиих, соделает для них недействительными обольщения Больстителя, негрозными угрозы Его, презренными чудеса Его. Она дарует им мужественно исповедать совершившего спасение человеков Спасителя и обличить лже-мессию, пришедшего для погубления человеков. Она возведет их на ишафоты, как на царские престолы, как на брачный пир. Господь и в самые времена Антихриста будет руководить рабов своих и уготовлять им места и средства к спасению, как это засвидетельствовано в Апокалипсисе. Милосердие Бога длит и отсрочивает решительную развязку для небольшого остатка спасающихся. Между тем, гниющие или сгнившие достигают полноты тления. Спасающиеся должны понимать это и пользоваться временем, данным для спасения, яко время сокращенно есть, и от всякого из нас переход в вечность недалек. К положению церкви должно мирствовать, хотя вместе должно понимать его. Это допущение свыше. Старец Исаия говорил, пойми время, не жди благоустройства в общем церковном составе, а будь доволен тем, что предоставлено в частности спасаться людям, желающим спастись. Спасай да спасет свою душу, сказано остатку христиан, сказано Духом Божиим. Преподобные Кукша Одесский Последние времена наступают. Скоро будет Экуменический собор под названием Святой, но это будет тот самый восьмой собор, который будет сборищем безбожных. На нем все веры соединятся в одну. Затем будут упразднены все посты, монашество будет полностью уничтожено, епископы будут женаты, новостильный календарь будет введен во Вселенской Церкви. Будьте бдительны, старайтесь посещать Божьи храмы, пока они еще наши. Скоро нельзя будет ходить туда, все изменится. Только избранные увидят это. Людей будут заставлять ходить в церковь, но мы не должны будем ходить туда, ни в коем случае. Молю вас, стойте в православной вере до конца дней ваших и спасетесь. святитель Феофан Полтавский Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о грядущих последних временах. Я не говорю об этом от себя, но то, что мне было открыто старцами. Приход Антихриста приближается и уже очень близок. Время, разделяющее нас от его пришествия, можно измерить годами, самые большие десятилетиями. Но перед его приходом Россия должна возродиться, хотя и на короткий срок. И царь там будет, избранный самим Господом. И будет он человеком горячей веры, глубокого ума и железной воли. Это то, что о нем нам было открыто. И мы будем ждать исполнения этого откровения. Судя по многим знамениям, оно приближается. Разве что из-за грехов наших Господь отменит его и изменит свое обещание. Согласно свидетельству Слова Божия, и это тоже может случиться. О Восьмом Вселенском Соборе я пока ничего не знаю. Могу сказать только словами святого Феодора Студита. Не всякое собрание епископов есть собор, а только собрание епископов стоящих в истине. Истинно Вселенский Собор зависит не от количества собравшихся на него епископов, а от того, будет ли он мудрствовать или учить православно. Если же отступит от истины, он не будет Вселенским, хотя бы и назвал себя именем Вселенского. Знаменитый Разбойничий Собор был в свое время многочисленнее многих Вселенских Соборов и тем не менее не был признан Вселенским, а получил название Разбойничьего Собора. Преподобный Серафим Саровский «Будет время, говорит батюшка отец Серафим, когда под предлогом церковного и христианского прогресса, в угоду требованиям мира сего будут изменять и извращать догматы, учения и уставы Святой Церкви, забывая, что они имеют начало от самого Господа Иисуса Христа, научившего и давшего указания своим ученикам, святым апостолам о создании Церкви Христовой и ее правил и заповедавшего им, шедшая «Научите все народы тому, что я заповедал вам». Отсюда до ныне сохранились дошедшие до нас правила и предания святых апостолов, которые разъяснены и утверждены окончательно раз навсегда их святыми преемниками, святыми отцами, руководимыми Духом Святым на семи вселенских соборах. «Горе тому, кто одно слово убавит или прибавит, говорил батюшка отец Серафим, наша церковь не имеет никакого порока, горе тому, кто дерзнет внести какие-нибудь изменения в богослужение и уставы той церкви, которая есть столб и утверждение истины, и о которой сам Спаситель сказал, что даже врата ада не одолеют ее, то есть, что она прибудет неизменно до конца, до второго пришествия. Всякое желание внести якобы усовершенствование, изменение в правила и учение Святой Церкви есть ересь, желание создать свою особую церковь по измышлению разума человеческого, отступление от постановления Духа Святаго и есть хула на Духа Святаго, который не простится вовек. Так поступали и будут поступать все отпавшие от единения со Святой Апостольской Церковью, о чем апостол Павел говорит. Такие апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых и неудивительно, ибо и сам Сатана принимает вид Ангела Света, поэтому невеликое дело, что и служители его принимают вид служителей правды, но конец их по делам их. В одной из своих бесед с Матавиловым преподобный Серафим, говоря о духовном состоянии последних христиан, оставшихся верными Богу перед концом мира, поведал нечто весьма важное для укрепления исповедников Христовых. И во дни той великой скорби, о коей сказано, что не спаслась бы никакая плоть, если бы избранных ради не сократились оные дни. В те дни остатку верных предстоит испытать на себе нечто подобное тому, что было испытано некогда самим Господом. «Когда он на кресте вися, будучи совершенным Богом и совершенным человеком, почувствовал себя своим божеством настолько оставленным, что вызопил к Богу «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Подобные же оставления человечества благодатью Божией должны испытать на себе и последние христиане, но только лишь на самое краткое время. Поминованию Коева не умедлит вслед явиться Господь во всей славе своей и все святые ангелы с ним и тогда совершится во всей полноте все от века предопределенное в предвечном совете. Святитель Иоанн Шанхайский Антихрист предоставит возможность жизни Церкви, будет разрешать ей богослужение, обещать постройку прекрасных храмов при условии признания его Верховным Существом и поклонения Ему. У него будет личная ненависть ко Христу. Он будет жить этой ненавистью и радоваться отступлению людей от Христа и Церкви. Будет массовое отпадение от веры, причем изменит вере многие епископы и в оправдании будут указывать на блестящее положение Церкви. Искание компромисса будет характерным настроением людей. Прямота исповедания исчезнет, люди будут изощренно оправдывать свое падение и ласковое зло будет поддерживать такое общее настроение и в людях будет навык отступления от правды и сладость компромисса и греха. Преподобный Ефрем Сирин в слове на пришествие Господне на скончание мира и на пришествие Антихриста говорит Всего более воздадут честь и обрадуются царствованию Антихриста Иудеи. Посему и он как бы из предпочтения промышляя о них укажет всем им место и храм. Много молитв и слез нужно нам возлюбленные чтобы кто-либо из нас оказался твердым в искушениях потому что много будет мечтаний совершаемых зверем. Он сам богоборец и всех хочет погубить ибо такой способ употребит мучитель что все должны будут носить на себе печать зверя и в таком только случае можно им будет покупать себе снеди и все потребное и поставить надзирателей исполнять его повеление заметьте братья мои чрезмерную злокозненность зверя и ухищрение его лукавства каким образом начинает он с чрева чтобы человек когда приведен будет в крайность недостатком пищи вынужден был принять печать его то есть злочистивые начертания не на каком либо члене тела но на правой руке а также на челе чтобы человеку не было уже возможности правую рукою напечатлеть крестные знамени и также на челе назнаменовать святое имя господне или славный и честный крест Христа и спасителя нашего посему братья мои страшный предлежит подвиг всем христолюбивым людям чтобы до часа смертного не приходить в боязнь и не оставаться в бездействии когда змей будет начертывать печать свою вместо креста спасителева ибо если кто не будет запечатлен печатью зверя то не пленится и мечтательными его знамениями притом и господь не отступает от таковых но просвещает и привлекает их к себе умоляю вас братья я малейший из вас не будем ленивыми христолюбцы но станем паче возмогать силую крестную неотвратимый подвиг предверях восприимем все щит веры будьте же готовы как верные рабы не принимающие иного блажен кто окажется всецело святым и верным у кого сердце несомненно предано богу потому что бесстрашно отринет он все предложения змия пренебрегая истязаниями и мечтаниями его многие из святых какие только найдутся тогда в пришествии оскверненного реками будут проливать слезы к святому богу чтобы избавиться им от змия с великую поспешностью побегут в пустыне и со страхом будут укрываться в горах и пещерах и посыплют землю и пепел на главы свои в великом смирении молясь день и ночь и будет им сие даровано от святого бога благодать его отведет их в определенные для сего места и спасутся укрываясь в пропастях и пещерах не видя знамений и страхования антихристовых потому что имеющим ведение без труда сделается известным пришествие антихриста а кто имеет ум на дела житейские и любит земное тому не будет сие ясно ибо привязанный всегда к делам житейским хотя и услышит не будет верить и погнушается тем кто говорит а святые укрепятся потому что отринули всякое попечение о сей жизни восплачут тогда и вся земля и море и горы и холмы восплачут и светило небесное о роде человеческом потому что все уклонились от святого бога и поверили лести приняв на себя вместо животворящего спасителева креста начертание скверного богоборца по исполнении же трех с половиной лет власти и действия нечистого и когда исполнится соблазны всей земли приедет наконец господь подобно молнии блещущей с неба приедет святой причистый страшный славный бог наш с несравненную славою в предшествии его славы чинов архангельских и ангельских восстанете почившие все пришел жених отверзутся гробы и в мгновение ока пробудется все колено земное и возряд на святую лепоту жениха и тьмы тем и тысячи тысяч архангелов и ангелов бесчисленное воинство возрадуется великую радостью святые и праведные и все неприявшие печати змия и нечестивца возвеселятся мучитель со своими демонами связанный ангелами а также все приявшие печать его все нечестивцы и грешники связаны будут и приведены предсудилище и царь даст на них приговор вечного осуждения в огонь неугасимый все же неприявшие печати антихристовой и все скрывающиеся в пещерах возвеселятся с женихом беспредельные веки веков молитва от антихриста преподобного анатолия оптинского потапова избавимя господи от обольщения близ грядущего богомерзкого и злохитрого антихриста и укрымя от коварных сетей его в сокровенной пустыне твоего спасения дашь мне господи крепость и мужество твердого исповедания имени твоего святаго да не отступлю страха ради дьявольского да не отрекусь от тебе спасителя и искупителя моего от святые твои от церкви но дашь мне господи плач и слезы о гресах моих и пощади меня господи в час страшного суда твоего аминь да не смерти предана будешь да не смерти Продолжение следует...